Добрый день Полтава! Вы умеете здороваться красиво! Сразу же вопрос, подходим к выборам. Вы идете с партией Патриот. Почему? Почему именно с Патриотом? Видите, мы не просто подходим, мы подлетаем, можно сказать. Да, уже. Знаете чему? Потому что, видите, они же позавчерковые, поэтому нужно реагировать не то, что быстро, а на самом деле очень мощно и почти митительно. Видите, давайте честно говорить, мы не имеем тех финансовых возможностей, чтобы так хватать сразу и результативно. И, 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 много и. Разом с тем, нас абсолютно не лякает отсутствие таких финансовых возможностей, как и олигархических кланей и их кишеньковых партий. У нас, если нет, у нас есть и другие. У нас есть понимание того, как это делать. И, помните, фразу Господню, кто был последним, то стал первым. Нас очень надихает. Потому что мы знаем, как это делать. Почему я говорю «мы»? Потому что это насамперед команда. А тут собрались профессиональные профессиональные высшего класса. Это и правильники, юристы, науковцы, мы, люди мистецтва и культури. Поэтому, видите, не можно быть острою того, что происходит сейчас. Просто это не какая-то забавка, и это, наконец, не какая-то мода. Давайте еще пограемся в черговые выборы. Но, слушайте, уже не до забавок. Когда мы имеем войну, когда мы имеем такие колоссальные жертвы, когда мы имеем столько тысяч погибших, ну, до каких забавок, до какой моды. То есть, говоря, это у меня аж сейчас идут мурахи по шкілі, потому что все все обурюет. Я думаю, так же там, кто смотрит нас с этой стороны экрана, они понимают, что мы говорим. Мы имеем такую богатюшую землю, Господом дарованную нам. Мы имеем такой працездатный, працелюбивый народ, чтобы мы витрали сраки по Европам старым смердючим дедам. З какого? Звідки это выникает? И что оно само собой так произошло? Знаете, любые кризи делают конкретные люди. Любые махинации так же делают очень конкретные люди. А ту, какую катастрофу мы сейчас получили, по факту. Мы сейчас не будем перераховывать всех причинностей, которые привели к тому, что мы имеем. Но вместе с этим нужно четко понимать, что эту беду сделали нам конкретно те люди, которые и тут живут, и которые поза Украиной. Но есть пытки Украины жертвы. Это не удалось на самом деле никому. Тем временем удалось. Но это не на долго. Потому что, повторюсь, у нас есть люди взятые, и те, которые сейчас гуртуются в партии Патриот. Я думаю, это тот локомотив, который имеет всю Украину своими идеями республиканской партии. А именно так мы себя позиционируем. Мы должны объединять вокруг себя настоящих, чистых людей по совести, по духу. Видите, мы сейчас стоим перед Храмом Святым. Как тут можно сказать неправду? Или кого-то в Оману вводить? Нет. Дорогие полтавчане, я уверен, что вы нас слышите. Потому что вот есть ваш земляк, который, на самом деле, он первым слышит. Но, друзья, мы слышим свое сердце. Потому что в середине каждого из нас есть внутренний баромент, совесть. И мы должны услышать себя. У меня один вопрос к вам, как к человеку, который идет в СССР, который идет в СССР. Потому что сегодняшний олигархат это абсолютно феодальная система. Ну, это смешно. Слушайте, мы имеем свои глузди, мы имеем силу воли и духу, и мы имеем очень крепко идти и победу. Поэтому объединяемся. Есть партия Патриот. Почуйте, запомните и двигаемся вместе. У меня один вопрос к вам, как к человеку, который идет с определенной партией, как возможно, дай бог, станете депутатом. Вопрос такого характера. Я на днях, буквально неделю тому назад, столкнулся с одной стороны хорошим мероприятием, с другой стороны для меня неприятным. Объясняю. В областном военкомате происходила передача учебного оружия в школы области. То есть для того, чтобы молодых людей, детей наших обучать возможности разбирать оружие, понимать все. И я считаю, это нужно на сегодня. Вы знаете, я столкнулся с неприятной стороной. На город Полтаву не было выделено ни одного ствола. Я ужаснулся. Как вы считаете, партия «Патриот» и вы лично как возможный депутат, а дай бог будете депутатом, какие вы будете усилия прилагать в плане именно развития патриотизма у нашей молодежи? Вы видите, даже название самой партии «Патриот», она говорит сама за себя. Поэтому тут не треба нам довго рассказывать, какие наши цели. Наши цели абсолютно чутки, зрозуміли, они патриотичны. Это первое. Другое, вы двое повторяете, я говорю про депутатство моё, ймовірне, чи когось. Насправді і на цьому не варто зациклюватися. Це не є самоцілью. Ми якісь кроки робимо для чого? Для того, щоб були реальні результати наших дій. Якщо, скажімо, на нині є можливість щось зробити в Верховній Раді, для того, щоб прийти правильний закон, щоб була правильна потім, виконавча в владі результативна його реалізація і так далі. Тому це другая рядня речі. Говорячи про проблематику, скажімо, нашого патриотичного виховання і навіть самозахисту, бачите, мають бути чіткі розроблені державні плани, як має жити українець і яким чином він має бути захищеним. Тому що такі маленькі локальні результати, які десь видали ствол, як ви сказали, десь не видали. Ну, знаєте, це настільки дріб'язково. Мають бути державні програми. Так. І я думаю, що вони будуть обов'язково. Тому що, дивіться, в Америці, я так чув, і сам я був в Америці і знаю, що в деяких Штатах люди навіть не знають, хто в них президент, чи губернатор. Це неважливо. Тому що є життя і воно настільки має бути багатим, повноцінним. Але чому там так? Тому що саме держава дбає про те, щоб там маса-маса питань по периметру життя самої людини були вирішені концептуально. В нас цього немає. Механізми працюють абсолютно. Тому в нас цього немає. Ви дивіться, ми думаємо, як не жити, ми думаємо, як вижити. І це все вкрай вже просто, просто набридло це. Не то, що набридло, це просто принижує людську гідність як таку. Тому партія «Патріот», саме партія «Патріот» з чіткою програмою розробленою на сім років, на перших сім років. І кажучи про сім років, наші науковці, які приступили і мають розроблені детальні плани по всіх напрямках, як Україну, як державу підняти з колін, бо ми зараз на колінах стоїмо, розумієте? Нас хочуть хапнути або рашисти, або запаніки просто з нами, просто нас нехтують і тільки заявляють, як вони турбуються. Це, знаєте, принижують усіх нас. Ми нація самодостатня. І партія «Патріот» має розроблені плани, програми, які будуть пропонуватися нам, українцям, і обов'язково будуть результати. Ми просто переконані в цьому. Я правильно розумію, ви ввірені в тому, що за сім років Україна може не просто розправити, а стати серйозною країною? Бачите, в житті так. Якщо є віра, обов'язково є результат. Воно так працює. Тому, друзі, полтавчани і не тільки українці, гуртуємося і маємо міцний, крепкий всередині стрижень. А це патріотичний стрижень. Той, який захищає від усілякої полови, від всяких прохів, від усього, від цього нечисто. Маємо чисте сумління і обов'язково будуть результати. А я вам дякую за гарні запитання. Ну, що, коли йдемо голосувати, зразу изучаємо программи і думаємо. Четвертий номер. Партія Патріот. Всім хорошого настроення.